Древние тексты тибетских монахов и заброшенное депо вместо классической сцены. Фестиваль нового европейского театра в Москве удивляет зрителей. Молодые режиссеры не боятся использовать самые неожиданные формы. Тему продолжит Михаил Альтеркоп. Место действия – заброшенное депо, практически в центре столицы. Обшарпанные разрисованные стены, решетки, горы мусора – и это не реквизит. Свет поддерживает несколько фонарей и свечей. Чем не царство мертвых? На сцене шесть фигур, не актеров, чтецов. Текст – оригинальный Бардо Тадол, «Тибетская книга мертвых», где каждый отрывок – инструкция по применению на том свете. Когда дыхание вот-вот прекратится, обратись к умершему по имени и наставляй его так. О, благородный рожденный Иван! Для режиссера «Тибетской книги мертвых» 24-летнего Василия Березина – это первая постановка. Свой спектакль, несмотря на всю мрачность, он охарактеризовал как комедия. Правда, объяснил это необычно. Для меня это была комедия, так и остается, что это жанр комедии, потому что сейчас здесь нет бездомных, но нам очень помогали бездомные, которые здесь живут и обитают, помогали составлять этот спектакль, давали себе какие-то комментарии. Соответствующее у спектакля и музыкальное оформление. Никаких мелодий, только скрежеты, устрашающие эффекты и другие звуки. Оркестр небольшой – скрипка, водофон и губная гармошка. Оркестр собран из великолепных исполнителей и импровизаторов, которые, с одной стороны, представляют собой цвет электронной сцены, с другой стороны, это интересные акустические решения. Фестиваль «Нет», в рамках которого состоялся спектакль, с каждым годом удивляет все больше. Новое искусство уходит от классических понятий театра, и, судя по всему, зрителям это нравится. Мы ищем много ощущений, по-моему, здесь мы что-то найдем. Мне кажется, чем больше форматов, тем интереснее. Еще пару десятилетий назад слова «сходить в театр» означало пойти в конкретное место, где есть сценическая площадка, зрительный зал и, конечно же, буфет и гардероб. Но сегодня слово «театр» не имеет под собой никакой географической привязки и может проходить где угодно, даже в заброшенном депо. Собственно, это и есть главная цель фестиваля «Новый европейский театр» – открывать грани невозможного в театральном искусстве. А сделать это зрители смогут до 6 декабря, последнего дня фестиваля. Михаил Алтеркоп, Вести.